Итак, мы начинаем наш второй раунд. Я получил в личку уже ряд сообщений. Спасибо за ивент, пожалуйста. Второй вопрос очень интересный на самом деле. Планируются ли еще какие-то ивенты такого же формата? Ребята, значит, если это пойдет успешно, а оно пока тьфу-тьфу, то да, планируется. Я думаю, ребята со мной согласятся. Я напоминаю, что мы ждем всех вендоров на подобные баттлы. Возможно, расширим формат с CDP, чтобы к нам присоединились еще разные другие интересные решения, осуществляющие так или иначе свое участие в воронке, в повышении конверсии чака. Не знаю, оставим ли мы чака, но если все будет хорошо, мы еще с удовольствием проведем ивент. Тем более, как вы могли заметить, мы сегодня взяли самый нейтральный кейс, это омниканальная электроника. Мы можем взять фэшн, мы можем взять не омниканал, мы можем взять оффлайн, мы можем взять чисто онлайн, мы можем взять саасные истории с хорошим ретеншином. Все ваши предложения пишите в комментарии, мы все прочтем и после ивента со всем ознакомимся. Пожелания, предложения – да. Будет ли запись? Будет. Запись у нас достаточно приличное время повисит в платном доступе. Пожалуйста, скиньте свои благодарности организаторам в виде оплаты платной записи или порекомендуйте друзьям ее купить. Согласитесь, для такого формата, а я думаю, он реально у нас получился информационно насыщенным, мы вообще за копейки предлагаем такой формат. То есть это не 20 тысяч за конференцию, не 50, это реально ценный кусок знаний, это RFP в живую. Поэтому я думаю, это того стоит. После этого, мы не знаем через сколько, но через определенное долгое время, запись пойдет в публичное пользование. Вы можете ее распространять. Пожалуйста, присоединяйтесь лайками, шерами, поделитесь своим мнением о том, как прошло мероприятие, круто, не круто, понравилось, кто красавчик, кто нет. А я, в свою очередь, обещаю поднять со следующими раундами градус провокационности вопросов, потому что первый раунд у нас был, окей, вообще изиан, согласитесь, да? Все так очень по-нежному еще разминались. Сейчас будем чуть-чуть больше жестить. Поэтому я предлагаю начать. Итак, у нас второй раунд. Так. Я уже поменял. Так, я выхожу. Да, да, да. Первый участник второго раунда у нас Филипп. Мы будем менять порядок выступлений, чтобы было поинтереснее. Так, оно работает, я надеюсь. Поехали. Окей, начали. Снова три сюжетных линии. Чак уже для нас не никто, да? Я забыл совсем. Забыл, давай. Текст. Мало ли вдруг кто-то из вас не читал предварительно программу. Задача, кейс второго раунда у нас. Когда уже чуть больше данных о Чаке. Он купил уже у нас пылесос. И на некоторое время отклеился из нашей воронки. Кейс реактивации после первой покупки. Данных о покупателе немного. После первой покупки Чак постепенно забыл о существовании такого магазина. Прошло шесть месяцев с момента покупки. Чак получает, но не открывает письма. Чак не ходит на сайт. Все, поехали тогда. Окей. Итак, Чак разовый покупатель в сегменте оттока. Прошло полгода. Чак спасает галактику. Ему вовсе не до пылесосов или чего-либо еще. Мы понимаем, что он попал в сегмент оттока, потому что полгода не возвращался. Отправляем ему имейл. Это бесплатный канал. Мы еще не знаем, что он не читает письма. В письме говорим, Чак, дружище, у тебя серебряный уровень лояльности, у тебя 100 баллов и у тебя 5% кэшбэка. Возвращайся к нам. Понимаем, что не читает. Значит, мы каскадом шлем ему пуш-воллет, потому что он зарегистрировался в программе лояльности в первом кейсе. И говорим ему, дружище, у тебя заканчивается срок службы ядерного реактора, на котором работает пылесос. Он скоро превратится в тыкву. А чтобы ты вернулся, мы тебе дарим плюс 100 бонусов, если ты купишь еще и фильтры. Чак такой прочел уже, но думает, типа, ну его. Что тем временем под капотом в майнбоксе у маркетолога? Письма не читает. Это значит, что мы делаем реже коммуникацию. Есть автоматически предиктивные алгоритмы, но я не знал, как их изобразить на скриншоте. Поэтому я взял пример сегмента клиентского, где человеку просто реже письма шлю, не чаще, чем раз в две недели. И RFM-отчет. Он попал в сегмент оттока. Соответственно, мы можем также коммуницировать с ним, как в сегменте оттока, и видеть это в отчетности. Пример сегмента в майнбоксе, типа, полгода ничего не покупал, но более чем полгода назад покупал. И присваиваем ему уровень программы лояльности, которая тоже настраивается в майнбоксе. На сегментах вы можете, например, сказать, у меня будут золотые клиенты, и те, кто потратил от 400 тысяч рублей в оффлайне, в онлайне или там только в оффлайне. Помимо этого, мы знаем, что ядерный реактор в пылесосе Чака скоро сдохнет. Поэтому через триггер настраиваем напоминание. Скоро подходит к концу реактор, отправьте мейл. Примеры из реальной жизни. Их сейчас будет много. Реактивационное письмо. Опять же, я настраиваю, поэтому могу рассказывать. Баллы сверху, обращение по имени, базовая персонализация, уровень лояльности, который был настроен в майнбоксе с соответствующим кэшбэком, не кэшбэком, и персональные рекомендации. Реактивация в пуш через wallet. У твоего сториз похожий сценарий, типа человек интересовался товаром, вот он появился в наличии, дружище, покупай. То же самое в виртуальном кошельке с детализацией. Когда жмешь по пушу, там можно вставить иллюстрации, тексты, ссылки, эмодзи, что хочешь. Письма-напоминания. Ну вот банально, на ОГО, чай человек покупал, мы знаем, что он скоро должен закончиться, соответственно, говорим, чай заканчивается. И вот эта механика мне очень нравится. Про видеокарты. Если видеокарту покупаешь, она рано или поздно устаревает. Мы про это знаем. Соответственно, чай купил видеокарту, мы ему через два года условно шлем письмо. Дружище, твоя видеокарта уже устарела, вот тебе последняя серия. Возвращаемся к чаку. Прошла неделя, чак так ничего и не купил. Шлем ему каскадом сообщения в Viber. Типа, вот тебе, ну напоминаем, у тебя баллы, а вот тебе еще дополнительная персональная акция, у тебя повышенный кэшбэк. Возвращайся в течение трех дней. Чак все-таки думает, окей, куплю. Установил мобильное приложение, потому что ему с мобилой проще работать. Добавил в корзину фильтры против радиоактивной пыли вместе с ядерным реактором. А тут еще и сработала акция, настроенная в Mindbox, при покупке наномешков фильтры в подарок. Ну а что нет, он добавляет наномешки в корзину, фильтры в подарок. Чак отвлекается и бросает корзину. Чак победил монстра. И поскольку мы знаем, что он поставил мобильное приложение, и ему там удобно, мы уже коммуницируем с ним через него. Шлем пуш. Типа, дружище, у тебя там корзина, и акции горят. Давай. Чак завершает покупку. Что тем временем у маркетолога под капотом? Устанавливал приложение, объединили данные в единый профиль. Это скриншот интерфейса. Это клиент на Петровиче. Здесь в истории действий, там есть мобайл, онлайн, оффлайн покупки. В общем, все вместе. Это можно посмотреть, на это можно сегменты настраивать. Реагируем на замену реактора, подбираем сопутствующие товары к этому реактору. Мы знаем, что там с реактором часто берут фильтры. Или может маркетолог настроить через интерфейс такое соответствие, если хочет. Его никто не ограничивает. Мы знаем, что Чак уже не новичок, и рассчитываем ему персональные предложения, которые настраиваются в платформе в зависимости от того, какому сегменту он принадлежит. В онлайне, в оффлайне. Примеры. Проначисление баллов настроил в приложении кошелек. Простят меня, коллеги, не сразу сказал правильно. Акция про баллы. Это спортфуд. Тот же самый. За каждую дополнительную тысячу рублей в чеке тебе 2000 баллов сверху. А если что, балл это типа 1 рубль. И пример коммуникации оброшенной корзине через веб-пуш на азбуке мебели. Резюмируя. С помощью майндбокса и тех инструментов, которые есть, как грамотного их использования, мы превратили разового Чака, который был в сегменте оттока, в постоянного покупателя. Все. Вопросы. Подожди, подожди. Давайте вопросы. Давай я тебя прям бомбану. Он на самом деле у меня сейчас единственный, который будет привязан к кейсу. У вас там, когда по жизненному циклу товара, товар заканчивается, вы отправили чай, да? Допустим, абстрактный чай. Если он купил 4 пачки чая, как считается жизненный цикл? Учитываете ли вы количество? Ох, хороший вопрос. Я не помню, поэтому не смогу ответить. Знаю, что мы рассчитываем срок годности по данным из ФИДа, а вот как работает на нескольких линиях чека, не помню. Поэтому не буду говорить. Наверное, как-то считаем, потому что для нас это 3 штуки в одной линии чека. Окей, классный вопрос. Давай, Саша. Я не помню, ты можешь триггерить отправку коммуникации тем, что чак перешел из одного сегмента в другой? Да, там есть у тебя, когда ты триггер настраиваешь, у тебя есть, ну помимо вообще всех событий, которые бывают в платформе, у тебя есть события, типа клиент перешел в сегмент. И ты можешь. И даже более того, я настраивал как раз на, ну на том же спортфуде, типа поздравляем, вы перешли на новый уровень лояльности. А еще можно, например, если он уже близок к следующему уровню лояльности, ему, это тоже будет отдельный сегмент, типа дружище, еще 30 тысяч потратить, вот тебе еще баллы. Давай. А ты в одну и в другую сторону? И если он как бы скоро будет, перейдет в более слабый сегмент, и близок к оттоку тоже, да, у вас так считается? Если попал в сегмент, если вышел из сегмента, там это просто разные события. Просто извини, я вот, я не валю, мне очень нравится то, что происходит. Я просто, да, с точки зрения маркетинга, да, вот у нас есть РФМ, который, в общем-то, аналитический отчет. Там сегменты под аналитику, а не под отправку, да, под отправку мы все равно по-другому сегментируем, по интересам, по предпочтениям. Так вот, для бизнеса важно клиента, как бы, если мы знаем его вот это вот ограничение по РФМ, начать триггерить коммуникации, никогда он уже свалился в более слабый сегмент. Это называется уже поздно. А когда он к нему подходит, так вот на подходе в более слабый сегмент заранее, за какие-то там дни, например, можно поставить триггер, чтобы все-таки отправить ему какой-нибудь промокод и не дать ему свалиться в более слабый сегмент. Есть ли у вас такое? Ну, смотри, смотри, на самом деле это все очень просто решается. Ты настраиваешь сегмент, там, не знаю, не 180 дней ничего не покупал, а 176 дней ничего не покупал, при этом не делал действий икс и так далее. Да, но это если мы точно знаем жизненный цикл для каждого сегмента, он же все равно там средний, правильно? Если мы привязываемся к РФМ. Ты имеешь в виду автоматику какую-то или нет? Ну, вот туда, именно на основе аналитического РФМ-отчета повесить ивент, я просто, у нас этого тоже нет. Я очень просила у своих, чтобы внедрили. Я просто пытаюсь понять, как вот бизнес решает задачу. То есть, когда мы навешиваем события на переход в более слабый сегмент, это одна история, у нас точно так же, а вот заранее, чуть-чуть за несколько дней сделать, не дать ему идти. А почему у тебя заранее не может быть отдельным сегментом? Ну, вот, потому что у нас именно наступило событие, тогда у нас оно инициирует триггер, а вот предугадать наступление события, вот это мы не реализовали. Ну, было бы классно. Непонятна мне задача, но я бы решил ее таким образом, не совсем понятно, но исходя из текущего контекста, я бы решил ее таким образом. Я бы настраивал на какой-то клиентский сегмент, там, не знаю, RFM 2.2.2 и при этом смотрел на отсутствие какого-либо события, например, заказ, действие на сайте и так далее. Это можно настроить. Ну, окей, ладно. У нас, да, мы с вами одинаково в этом плане действуем. Давай, Саша. Фил, такой вопрос. Ну уж, ладно, раз мы тут все открыто говорим. Заряжай, заряжай. Я уверен, очень много изменений произошло. Когда-то давно я был клиентом Mindbox и работал руками в системе. Можно компанию? Не, давай не будем. Все это, кому надо, все знают. Да, окей. Ну, давай, давай. У меня была боль. Скорее всего, она решена. Боль это была аналитика на больших цифрах. Она заключалась в том, что, ну, сейчас я скажу, как было, это будет для себя либо возможность типа реабилитироваться, либо, ну, извини. Вот. Когда я пытался построить отчетность по большому числу пользователей моей системы, в которой, ну, я был сотрудником, да, условно, в Mindbox. Да смотри, давай проще. У тебя была огромная база, у тебя много было данных, при этом ты пытался построить отчет. База была огромная, да. Какой отчет? Часть из нее тоже большая, допустим. 300 тысяч. Вся база около 5 миллионов. Какой отчет? Я не знаю. Я не помню, я, короче, хотел получить отчет. И что происходило в этот момент? Создавалась очередь на формирование отчета где-то в задачах. Потом после этого, спустя примерно 12 часов я получал файл, в Excel, который я потом мог делать с ним все, что мне захочется, как бы. Но сам факт. Короче, учитывая, что я знаю контекст, я помню твои страдания. Мы, во-первых, увеличили скорость, прям очень сильно, выгрузки отчетов, в том числе на больших проектах. То есть там это, ну, я давно не слышал про истории, типа, 12 часов что-то выгружается. У тебя на самом деле еще мог к таймалту пасть. Типа 12 часов, они что-то пытаются в итоге. Вот, мы это закрыли, оно выгружается быстро. Плюс, очень многие клиенты просто выгружают сырые данные, и там, по сути, тоже никаких затыков нет. Это делается вот в моменте. Типа, сделал запрос, получил выгрузку действий. Там даже, ну, я просто реже работаю с большими клиентами, у меня, как правило, типа, до 500 тысяч, наверное, базы. Но я конкретно не сталкивался с тем, что что-то не выгружалось. Но мы действительно работали над этим, действительно такая боль была, и вот улучшились. Я не должна пробовать, было быстро, правда. Да, круто, хорошо. Ну, здорово. Ну, мы собираем фидбэк, в том числе, от твоих бывших коллег, как бы. Да. Давай еще что-нибудь. Если есть время, я не знаю, есть время. Я готов. Давай еще. Интересно. Один короткий вопрос. Давай. Есть у вас? Тогда нет. Тогда у вас. Ты сомнил? У меня есть больные вопросы, но они касаются вас всех. Давайте. Все, ребята, раунд. Ладно, круто. Следующая. Следующая выступает Настя. А, да? Ладно. Настя? Настя. Да, я вторая. Ну, да. Да. Ну, на самом деле. Окей. Ну что ж, поехали? Кнопочку сбоку, да. Вот теперь уже, да. Теперь я нажимаю кнопочки. Итак, у нас с вами 6 месяцев, и чак в зоне риска на отток. На самом деле, если оговориться, это все-таки магазин электроники, здесь точно сначала сказать сложно. 6 месяцев. Это все-таки мы клиента потеряли совсем, или это реально у них там средний срок покупки, потому что все будет зависеть от ассортимента. Поэтому, как бы, с точки зрения оттока и с точки зрения нашей концепции работы с пользователем и ведения его грамотное, вот начиная с самой первой сессии, такого, чтобы клиент куда-то ушел там, черти куда, и в итоге 6 месяцев, да, с ним ничего не происходило, такого быть не может и не должно. Поэтому мы здесь сразу перечисляем ряд инструментария, которым возможно заранее заблаговременно отнести клиента к определенной аудитории, понять его жизненный цикл в рамках этой аудитории и настроить с ним правильные, грамотные, автоматизированные и персонализированные коммуникации, для того, чтобы клиента все-таки, ну, как бы, не дать ему совсем забыть про наш магазин, потому что отток это, как бы, либо магазин работает неправильно с точки зрения сервиса, поэтому клиента, возвращая, не возвращая коммуникациями, если у него был негативный опыт, он не вернется, как бы хорошо мы не коммуницировали, какие бы релевантные рекомендации мы ему не давали. Либо, если у него был позитивный опыт, нам просто главное делать так, чтобы клиент о магазине не забыл. Поэтому, опять же, если мы разбиваем там это на ряд, ну, в данном случае, да, не этапы пути пользователя, потому что у нас этап один, вывести его из зоны неизвестности в зону касания с ним, да, у нас здесь есть четыре концептуальных инструмента, которые мы начинаем использовать с самого начала. То есть первый этап, да, у нас первый инструмент, это когда мы идентифицируем клиента и накапливаем о нем максимальное количество данных, которые нам потом пригодятся для всех следующих этапов. Второй концептуальный инструмент – это как раз отнесение к РФМ по отчету аналитическому, то есть определение автоматическое, да, на основе усредненного поведения всех пользователей, отнесенных в разные когорты, в разные группы, где они находятся и на каком этапе все-таки мы уже его начинаем терять по этому РФМ. Плюс это сегментация ручная, когда мы навешиваем на определенный сегмент конкретное событие, плюс сегментация по событиям. То есть здесь мы потом сейчас чуть подробнее все это разберем. Далее у нас, соответственно, омниканальные коммуникации. Если мы теряем его в одном канале, мы должны успеть там, да, здесь собрать максимум других каналов, в которых человеку все-таки удобнее с нами взаимодействовать. И, что крайне важно для маркетинга, мы не долбим массовыми коммуникациями, мы делаем коммуникации персонализированной, потому что на массовые рассылки сейчас уже не реагирует в принципе никто. Реклама должна быть персональной. Нет персонализации, простите, нет маркетинга, уже такая концепция. Поэтому начинаем разбирать подробно наши инструменты. Что касается хранения данных о клиенте. У нас есть внутренний client ID. Он у нас как бы в любом случае наш присутствует в e-спутнике. И идентификатор, тем не менее, по любому каналу, в том числе по карте лояльности и внутренний идентификатор в ваш базе, можно сделать основным для, как уникальный идентификатор клиента, по которому проводится сегментация. Это максимальное подключение и обогащение из различных других источников. То есть поведением на веб-сайте, географией, если у нас есть мобильное приложение, поведением в коммуникациях. Из внешних баз данных также можно коннектить с Postgre и BigQuery. Я расскажу об этом дальше. Прием отдельных JSON-файлов RSS. И самое интересное, это интеграция с CRM, также с оффлайн, с ПО и с кассами, и с ПО колл-центра. Все это можно подключать, идентифицировать Чака, чтобы потом в дальнейшем обеспечивать с ним качественные коммуникации. Не знаю, почему он все время такой в монитор, когда переключатель там. Далее мы переходим к RFM-отчету и определению все-таки вовлечения Чака. Насколько он хорошо с нами коммуницирует и сколько денег он в итоге тратит. Я вот прям сразу скажу, что RFM-отчет здесь наш внутренний. Он строится на вовлеченности в коммуникации и на тратах клиента пока нет по поведению на сайте. То есть это можно интегрировать отдельно, передавать какие-то идентификаторы отдельных сегментов, к которым относятся, но планируем внедрить также по поведению на сайте RFM, который учитывал бы сайтовые модели. Поэтому на рассылках мы ориентируемся в RFM. На количестве и на давности прочтения писем можно там переключить. Мы можем смотреть RFM по продажам, по тратам на сайте, интеграция строится по API. А вот туда уже не меняет. По отнесению к аудитории. Здесь это то, что касается сегментации. На самом деле там огромное количество, огромный массив, типология данных, которые можно использовать, которые можно сегментировать. Но пока здесь громадный сегмент, мне кажется, здесь смысла нет. Можно просто перечислить, что сегментация может строиться по любым клиентским атрибутам, по клиентскому поведению на сайте. То есть здесь тоже есть по установке трекинга. Если не хочется ставить трекинг и хранить весь массив данных, можно навесить там ивенты на определенные ключевые события. Вот опять же события, их содержимое. То есть сегментацию можно строить не просто по факту того, произошло ли событие или нет, а плюс по тем дополнительным любым сведениям, которые в рамках этого события передаются. По составу покупок, по чекам. Плюс сюда же магазины, в которых была покупка. Сумма покупок, частота давности – это что касается RFM. То есть можно экспортнуть сегмент RFM, включить его в сегментацию. По поведению в рассылках, по техническим характеристикам браузера и устройств, если у нас есть веб-токены и мобильные в том числе. Ну и все, что угодно, то, что передается из внешних источников. Практически то же самое. По сегментации, по ивентам тоже еще раз отдельно проговорим. Здесь важно то, что сегментация происходит не просто по событиям, по перечню событий, а что каждое событие привязывается у нас к конкретному контакту, хранится бесконечная вся история самого-самого старта взаимодействия пользователя с нашими продуктами, с нашим бизнесом. Сегментация работает по содержимому событию. Можно строить формулы. То есть если в содержимом мы передаем какие-то деньги в содержимом ивента или там, не знаю, какие-то баллы, бонусы, можно их в рамках сегментации суммировать, выводить средние. То есть все эти формулы будут работать. Теперь рассмотрим отчеты, потому что нам важно понимать не просто, как ведут себя отдельные сегменты, но в принципе, что у нас происходит общей базой. То есть это вот что касается, а какие отчеты есть в Испутнике. Самые ключевые по работе с базой – динамик роста оттока, вовлечение в коммуникации, динамика наполнения ключевых сегментов и когортный анализ. То есть это вот с точки зрения маркетинга, это не то, что все отчеты, которые есть в Испутнике, это самые-самые ключевые, которые влияют на ретеншн, то есть по которым мы будем определять, теряем мы пользователь или нет. Динамика роста оттока. Соответственно, вот такая визуализация. Показан прирост, показан отток со всеми причинами и источниками, откуда кто пришел и каким образом, кто куда потерялся. Вовлечение в коммуникации, соответственно, активные, пассивные, потерянные. Ни разу не получали наши сообщения в разбивке по различным каналам. Статистика по группам. Вот здесь очень интересный отчет, потому что здесь можно выстроить ряд стратегических сегментов под аналитику. Как только вы сформируете этот отчет, здесь в любой период, по дням, по неделям, по месяцам, можно видеть, растет у вас стратегический сегмент, или все-таки по нему происходит отток, и вы теряете какие-то ключевых ваших пользователей. Опять же, сегменты под аналитику, они не должны быть боевыми, вы можете их построить отдельно. Когортный анализ тоже для отслеживания retention rate. То есть это отчет не под сегментацию, снова отчет под аналитику. Смотрим, насколько хорошо мы удерживаем наших пользователей. Далее, когда мы понимаем, что мы имеем достаточное количество данных, что мы четко определили, к какому сегменту у нас относится пользователь, сегмент оттока или сегмент, которым пора усиливать LTV, мы автоматизируем вот эту поддержку, чтобы у нас наши клиенты не оттекали в неактивное. То есть практически на все мы можем навесить события, происходит или не происходит что-либо, как бы иницирует ли событие сам пользователь, или это внутреннее системное событие, все это можно поддерживать автоматизированными коммуникациями. То есть вот, например, как сейчас Филипп тоже рассказывал, можно повесить события на переход по RFM, как в одну, так и в другую сторону. Можно стартовать, отправлять коммуникации. Омниканальность, визуализация при построении триггеров, ну здесь, я думаю, это уже стандарт по отрасли, можно даже не рассказывать, то есть тоже старт-финиш, узловые точки, каналы события, перерасчеты сегментов, какие-то перепроверки внутренние. И последний этап, последняя основная концептуальная часть, это то, что касается персонализации. Каким образом ее можно обеспечивать? Во-первых, через шаблонизатор создания рассылок можно добавлять динамические блоки рекомендаций. Заранее один раз предзадали, для массовых, для триггерных рассылок они будут работать по любым интересующим алгоритмам. Брошенные просмотры, брошенные корзины, динамические блоки с любыми товарами, продуктами, статьями. Если это подтягивается из внешних источников, сослаться можно на все, что угодно, подборку можно сделать абсолютно любую, если она, опять же, у вас свои какие-то рекомендательные алгоритмы, вы считаете, что вы знаете лучше, как делать рекомендации, вы можете подрубить рекомендации свои. Динамические переменные, если там делается, например, массовая рассылка, все что угодно можно там также из клиентского профиля туда подтянуть. И автозаполнение данных по URL, если заранее преднастраивается шаблон программно, можно вставить ссылку на страницу какого-то товара, просто ссылку подставить сюда, и она автоматически заполнит вашу карточку товара. Я практически закончила. Рекомендации при реактивации тоже очень такой важный тонкий момент, то есть когда у нас пользователя не было 6 месяцев, что мы будем отправлять, то есть мы не будем руководствоваться его прошлой историей поведения, то есть за 6 месяцев она, конечно, уже утратила актуальность, то есть у нас здесь будут работать свои алгоритмы, которые приоритизируются по ключевым действиям клиента, такие как прошлая покупка, она у нас становится основной, дальше у нас уже мы исходим в рекомендациях из акций, из бестселлеров, из топов просмотров по сайту. Как выглядят рекомендации в разных каналах, рекомендации можно отправить и в Пуше, и в Вайбере, но по одной штуке, в письме можно в ряд выстроить. Реальционные таблицы подключения внешних источников, то есть если хочется связать свою базу, пожалуйста, здесь интеграция прям по клику, вводится ключ активации, происходит связка. По выдаче промо-кодов, ну как раз вопрос у нас задавался в самом начале, то есть у нас вот все механики, по которым мы работаем с промо-кодами, то есть это просто промо-код, это не программа лояльности полноценная. Можно предварительно загружать список, будет прям просто последовательная подстановка этих кодов, пока они не закончатся. Привязка промо-кода к контакту через атрибуты или через передачу внешней таблицы, или передача по ивенту как раз через API, выгрузка там CSV JSON самая простая, и генерация через шифрование. Все. Спасибо. Вопросики. Один валидный комментарий прочел. Их много, но этот точно был прям в пах. По условиям кейса Чак не читает письма. А у тебя там было пару раз, когда он прочел письмо и что-то сделал. Сорян, окей. Записали, запомнили, опустили. Вопросики. А в каких моментах у меня человек прочел письмо? Можно, да, поконкретнее. Я сейчас не могу вспомнить, где это я так врезалась. Ну, слушай, может быть, человек комментатор имел в виду, когда в шаблонизатор показывался имейл, но мне кажется, что… Я не помню. Если мы все еще будем пытаться реактивировать имейлом, то имейл он не прочтет. И это бесполезно. Ну, если не прочтет, идет омниканальность. Да нет, вроде нигде он меня не читал. Да, да, да. Вопросы? Слушай, у меня комментарий есть. Давай. А RFM, который у вас, и способ трегирования сценариев из одного сегмента в другой, сделан охуенно. Вот, а теперь вопрос. В сценарии, когда ты в конструкторе делаешь все, что ты там делаешь, у тебя автоматум какой-то… Я просто вот часто замечаю, что, допустим, у вас есть какое-то завершение, стоп какой-то, который значит, что ты его руками туда ставишь, или он сам… Ну, стоп проставляется заранее. Ну, типа есть точка типа стоп. Понятно, что стоп ставится заранее. То есть у нас навешивается событие на переход, и мы идем, делаем триггер. Триггер инициируется по… Ну, триггерный сценарий инициируется по совершенному событию. И дальше мы ведем, ведем и ставим стоп, где хотим. Мне просто интересно, если я стоп не ставлю, что произойдет? Он мне не даст сохранить… Ну, тебе не запустится сценарий. А, он не запустится. У тебя должна быть, да, точка завершения логики. У меня вопрос. Сейчас, во-первых, будет вопрос, который, как бы, украсит. У вас как письма собирается, через что? Я знаю ответ, просто… У нас страйп, мы страйпа. У вас очень крутое решение. Я пользовался страйпом… Ну, в общем, пользовался охрененный. Сейчас Дима посмотрит запись, он, наверное, прям безордеет. Диме, привет большое. Страйпа – бомба. Спасибо. А почему ты страйпа не говоришь? Почему ты говоришь экспония, а страйпа ты не говоришь? Давай, давай. У вас в экспонии… В экспонии, да. В экспонии, у вас в экспонии что стоит в визуальном редакте? Бифришный плагин. Бифри. Как у вас? Вот у нас Бифри и у Саши Бифри. А вот у вас охрененный страйпа. Страйпа? Страйпа, давай. Спасибо. Я чувствую, мы отходим от фанта. Давайте батлами началось. Это не батл, это обнимашки просто. Давайте пах. Короче, какие параметры есть в шабунизаторе? Вот есть вот типа базовое там, не знаю, имя, рекомендации. Могу, например, сумму дохода с клиента вывести, накоплений, там вот какие вообще вещи? Я тебе сейчас бомбу расскажу. Я сама узнала, вот пока пошло было, я тебе говорю. Ну не вчера, но позавчера. Нет, такое тоже может быть. У меня такое было. У меня было открытие. Я прям даже могу сказать спасибо, что меня сюда позвали. Я узнала новую про свою платформу. У нас реализация через язык Velocity. Так. За счет этого можно навешивать любую формулу. То есть ты ссылаешься на любое поле в таблице, откуда бы ты его не передавал. Если у тебя, например, есть промо-код, и тебе хочется досчитать, там, сколько клиенту осталось до определенного уровня лояльности, ты через формулу ссылаешься на текущее значение и ставишь формулу, чтобы досчитать, сколько осталось до вот такого порога. И он тебя в шаблоне выводит это. Ну охрененно. Там как джинджа. А вот смотри, я с чем столкнулся у нас. Так много параметров, документация нужна. У вас есть, типа, документация, где можно взять, посмотреть все эти параметры и возможности? Смотри, Павел, с кейсами плохо. У нас как бы, мне кажется, это… Сейчас мы их начинаем прорабатывать, потому что есть спутник топ в СНГ, и кейсы вроде как были не нужны. Вот сейчас в РФ пришли, и встает боль, что нечего показать там практически. Поэтому я все кейсы сейчас выдергивала все последние три недели просто. Ну а документация? По документациям, по велосити есть. Все есть, да? Да. То есть, единственное, если какие-то глубокие сочетания инструментов, вот на этой документации нет, это только там общаться с Customer Success, как что лучше, чем подружить. Там все не будет смотреть. Ну да, там на генерацию промокодов, там как идет шифрование, как в велосити ставить формулу, это все. И она на русском. Она на русском. Да, спасибо, что я об этом сказал. А на украинском. И на украинском. И на английском. И на английском. Крыса. Хорош. Да, да. Ничего страшного, я считаю. Все равно у вас какие-то мимимишки. А у Сани на русском нету. У Сани на русском нету. У меня на русском есть лучшая в мире команда Delivery. Сейчас, давай, у меня там записано было. Пум-пум-пум-пум-пум. Сейчас, может быть, что-нибудь найду. Саня, разбавь паузу. Да, давай ты пока я еще. О, про ЮТМ-метки. Вот можно, например, туда подставлять параметры? Я просто глубину гибкости выясняю. Можно руками, можно задать, можно задать по типам рассылок определенные метки. И там, давай вот, чтобы добить зрителей. Вот, допустим, можно поставить и в сегмент такой-то метка, ЮТМ такая-то, если сегмент такой-то? Нет. Вот сегменты мы в метки, к сожалению, не ставим. Ну, у тебя можно другие какие-то переменные таким образом использовать? То есть все что угодно, то, что вытаскивается из базы. Еще сейчас мы работаем над шифрованием меток, чтобы пользователь рученьками ничего не мог сбить. И плюс мы ставим свои метки сейчас на блоке рекомендаций, чтобы мы четко атрибуцировали, там, как, куда и что. И из рассылок, там, могли правильно посчитать доходность отнести. Ага, а эффективность вообще рассылок? Ластклик? Да. У нас последний платный канал, поэтому уточняю. У вас тоже ластклик? Ну, как хочешь. Я вот, типа, как хочешь, так у нас сразу. Что ж ты мне рассказал-то вообще? Нет, ну там… Нет, вообще я его спрашивала, он говорил в том, как служил. Я сказал, ластклик, по-моему. Нет, он говорил, как хочу, так и врачу. На самом деле у нас готовилась очень крутая фича по моделям атрибуции, визуально, внутри системы. Она была просто топовая. Мы когда смотрели, слюни пускали, а потом сказали ребята из продукта, что нет, это будет сделано с помощью консалт. Фичи не будет, просто ты можешь к нам прийти и сказать, а построи мне, пожалуйста. Мы такие, ладно, и построим. Ты, по-моему, всех с потрохами сейчас сдал, да? На самом деле я еще раз вставлю свое экспертное мнение по этому вопросу. Немногие вообще пихают retention коммуникации или любого другого типа возвратной коммуникации воронку в модели атрибуции. Очень многие, работая с персонализацией веба и с цепочками коммуникации, будь то email, pushy, оперируют оплением АБТеста для измерения эффективности. Потому что АБТест, самая простая на свете штука, однозначно покажет, есть ли прирост конверсии. А самое главное, ответит на самый ядерный вопрос руководителя об эффективности коммуникации всегда. Есть ли прирост в конечных деньгах? Если его нету, там похеру абсолютно на модели атрибуции. А, кстати, вопрос. Деньги в систему приходят. Считаем. То есть можно прям до денег смотреть. Да, да, да. Слушай, мы с некоторыми клиентами вообще, ну так, если между нами всеми, кто купил запись, будет сказано, мы с некоторыми клиентами работаем по себе модели. Те, кто ставит рекомендации, но как бы хочет, но не уверен, что ему это подойдет, мы стараемся окупать, да, наши механики. То есть мы их накручиваем и бьемся настолько, чтобы как бы, ну и нам, соответственно, это было выгодно, да, то есть весь наш вот этот экшен. И чтобы клиент тоже зарабатывал. То есть просто так повесить механику, мы стараемся так не делать. Все, ладно, заканчиваем. Да, да. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что у нас работает система слайда в ней, для того, чтобы ваш вопрос прошли, нужно, чтобы он набрал нужное количество голосов. К чему я вас призываю? Я там вижу на дне с нулем голосов или с одним голосом отличные вопросы, но я сам их руками наверх поднять не могу по условиям этой системы. Поэтому, пожалуйста, во время выступления Саши, параллельно с внимательным выслушиванием Саши, зайдите в слайды, задайте накопившийся вопрос, а самое главное, не забудьте проголосовать за интересные вопросы других ребят. Поднимите их в топ, и мы на них обязательно ответим в рамках нашего следующего 15-минутного слота. Еще будет пара вопросов от меня, я обещал вам повысить градус, я вам задам больные вопросы, которые тут почему-то не задают. Хорошо. Спасибо. Выступает Саша, экспония. Черная метка, черная метка. Мне кажется, что должен свалиться сейчас просто кирпич в какой-то момент мне на голову сразу. Так, ну что, погнали дальше. Реактивация после первой покупки. Вы, конечно, молодцы, но вы читеры, потому что мы ему отправили письмо реактивации, он не смотрит письма эти. Мы сейчас посмотрим, ну типа, в целом, я просто хочу добавить, наверное, вот к вашему тому, что есть, чуть позже. Короче, у нас есть чак, у нас есть его профиль, профиль реально выглядит так, кроме, ну, понятное дело, картинки. Вот, есть айдишники, которые мы собрали по нему, это кукка, телефон, e-mail, мы создали ему виртуальную карту лояльности, есть айдишник ее. У нас есть там рекламных кабинетов, возможно, он установил приложение, есть токен, есть айдишник там. Вот. Соответственно, все его события, которые были на протяжении всего времени до, они сохраняются. Внутри этих событий, кстати, вот в системе, когда Настя тоже показывала пример событий, когда ты его открываешь, там внутри у тебя есть, типа, тело джессона такого, которое, типа, показывает, что там внутри. У нас в профиле ты можешь тыкнуть на любое событие, у тебя будут эти все события визуально, ну, точнее, атрибуты этого события визуально видно в карточке клиента. Вот. И, соответственно, слева, ниже айдишников идут все атрибуты пользователя. Помимо статичных, там есть еще и динамичные. Чуть про них тоже я говорил и тоже чуть позже скажу еще раз. Вот. А теперь у нас больше данных, чем в прошлый раз, и можно использовать это, чтобы его вернуть. Разными способами. Практически мы понимаем, что это одно и то же условно, да. Но как, где, куда, что тыкать, конечно, все начинается с RFM. Все начинается оттуда, и, понятное дело, мы должны как-то на это реагировать, в каком он сегменте. И самое важное — это все автоматизировать и настроить сценарии. Как сказал один хороший и замечательный человек, что тот CRM-маркетолог хорош, который приносит денег именно на триггерах, на автоматизированных цепочках. Не то, что он отправил на всей базе письмо, зарабатывал кучу денег за выходные, там флеш-сейл и все, и он такой сидит, я король. Нет. Примеры RFM. Интересная штука, что вот в том виде, который вы RFM видели там до этого, их можно построить, и они будут выглядеть точно так же. Вы можете построить ретеншины, и они будут выглядеть точно так же в системе, потому что у нас ядро системы — это аналитика. Exponia — это аналитика, это такое, типа, да, за данные, в реал-тайме, без сэмплинга, все сразу тебе покажем, визуализируем как хочешь и так далее, и так далее. Но столкнувшись с работой, допустим, клиентов в России, в Арабских Эмиратах, в Австралии, где-нибудь в Нордиксе, каждый из них говорит, слушай, а я вообще-то не так это все, типа, строю. Ну, типа, я по-другому это делаю. Ну, и там есть у всех свои какие-то нюансы, как они это делают. У нас есть тоже гайд, типа, как построить такую RFM, которую мы, типа, привыкли видеть в системе, и по которой мы, типа, там работаем. Она выглядит так. Также по ней есть, ну, то есть, начиная от unsorted, понятно, там у нас какая-то, не знаю, чернуха, никто не видит, что там происходит, и мы не можем никуда это отсортировать, потому что данные. Ну, типа, условно, система хороша, любая из наших систем настолько хороша, насколько хороши те данные, которые вы в нее передаете. Поэтому это очень важный момент. Всегда на самом начале, когда вы интегрируете систему, подумайте о том, типа, какие данные там будут, как они будут выглядеть, структура данных, как вы их будете использовать и так далее, и так далее. Вот. И начиная с чемпионов, заканчивая теми, кто, ну, типа, все, пока можно вообще удалить их. Вот. Плюс движение, перетечение в определенных таймфреймах этих самых кастомеров в разные сегменты, типа, условно, туда-сюда. Вот. А как это выглядит внутри? Первое. Мы строим, типа, оценку по F, M и R для каждого кастомера. Строится она через expression, допустим. То есть у нас есть динамичные атрибуты для каждого клиента. Это такая штука, которая позволяет тебе открыть визуально такой математический калькулятор и сказать, что возьми мне вот это, подели на это, умножь на 100, потом еще умножь на 3600, вычти какой-нибудь таймстемп, и получится число, которое будет каждый раз меняться. И это число лежит у пользователя в профиле. И, соответственно, исходя из этих трех коэффициентов, мы строим общий RFM-ный скорб, который его относит к тому или иному сегменту. Соответственно, когда он перетекает, мы можем отправлять ему коммуникации, каскадные, некаскадные, об этом чуть позже, но важно сказать, что как такового триггера по перетечению сегмента в сегмент по RFM-ке внутри у нас нет. Мы можем поставить repeat daily там ежечасно и смотреть, кто попал, кто не попал, и после этого отправлять. Но в начале, в самом, когда мы условно… Нет, там я в сценариях покажу потом. Когда мы… В первой части я показывал, что есть точки, которые запускают сценарии. Там нет точки, связанные именно с сегментацией, допустим. То есть ты не можешь поставить такую штуку. И это, конечно, боль такая, знаешь, мы же не говорим не только про то, что мы такие классные, но и про то, с чего мы не можем. Вот. В итоге что происходит? 60… Ой, 6 месяцев, мне кажется, это до хера вообще просто максимально. Ну, типа 30 дней, возможно… Ну, да, зависит от… Настя кивает, да, например, что типа электроника, да, там у нее все продается. Это же типа не квартира в самолете, да, ведь, где, может быть, через полгода этот чувак уже накопит и купит другую себе. Вот. Но все-таки типа поменьше. У нас есть черн-предикшн, который показывает, опять-таки, этот динамичный коэффициент в карточке клиента, на основе которого мы можем принимать какие-либо решения. Фильтровать их, сегментировать, запускать сценарии и так далее. То есть предикшн… Он прямо в карточке находится. И в сценариях, когда там есть кондишн… Ну, то есть, условно, у нас есть внутренний фильтр, который позволяет тебе фильтровать кастомеров по их событиям и атрибутам, но также и по атрибутам в карточке. То есть ты можешь вплоть до того сделать, что у него должен быть динамичный атрибут там больше такого-то значения, плюс к этому он должен пройти воронку из таких-таких-то событий, в которых вот такие-то атрибуты, причем это исключается, это не исключается, таймфрейм и все. Вот, и, соответственно, этот фильтр везде, и в этом фильтре можно использовать эти предикшены в виде коэффициента. От нуля до единицы с шагом в одну сотую. Ну, то есть, условно, это как проценты, только он там показывает от 0.01 до единицы. Вот. А спустя 30 дней персонализированные компании летят к чаку. Что важно сказать? Что персонализация в данном случае в момент, когда чак вертел ваши письма на одном месте, они приходят к нему, и он может обратить внимание на три вещи. Две из них белые, ну, легально, да, условно, хорошо, здорово, best practice, а третья не очень. Типа тема, прихедер и имя отправителя. Ну, то есть ты можешь поменять имя отправителя, да, и адрес отправителя, сохранив домен, конечно. Но это типа на свой страх и риск, условно бла-бла. И что? И ты можешь как-то зацепить его в этих письмах, которые к нему приходят. Это уже ваше дело, условно, да? То есть, типа, репутацион, там все вот эти вещи очень важны. Чак ранее купил товар из категории пылесоса. Соответственно, вряд ли ему нужен пылесос опять. Мы строим всякие кросс-сельные рекомендации, которые включают себя в товары для дома, возможно, бытовую технику и так далее, и так далее. Пройдя, условно, этот путь, Чак присматривает себе подходящие товары для дома и семьи, думает, вот оно, жена будет в восторге, покупает мультиварку, и бинго, он вернулся к нам обратно. Но что, как бы, скрывается за этим? Это, кстати, реально семья Чака. Ты смотри, какие красивые. Возвращаемся к сценариям. Опять же, из этого что можем сделать? На основе предикшенов и сегментаций мы опять-таки строим каскадную коммуникацию для возврата Чака туда. У нас есть, понятное дело, у нас есть e-mail, браузер, ну типа по дефолту с прошлого раза у нас есть e-mail, телефон. Возможно, у нас есть возможность отправить браузерный пуш в мобильный пуш. Также у нас есть в азар скрывается штука, касающаяся мессенджеров. Мы можем также поставить туда мессенджеры. Ретаргетинг можно продумать каким-нибудь хитрым образом, что у вас отдельно настроена компания на таких, как Чак, прямо вот реально на таких, как Чак, которые попадают в эту аудиторию, да, и им откручивается реклама, связанная с тем, что, слушай, у тебя же там, я не знаю, лояльность 500 баллов, они сейчас сгорят условно, да. Он такой, откуда лояльность, что за баллы, там, ну типа клик, и вот он. Или что-то такое. Ну то есть, условно, даже в этом случае мы можем поставить историю, что нам важно, чтобы он вернулся на сайт. То есть мы можем закинуть его ненадолго в эту какую-нибудь хитро придуманную с вашим креативом рекламную кампанию, и когда он зайдет на сайт, у него будет session start, там, visit page, все что угодно, мы его оттуда уберем и как бы все. Ну типа он больше ничего видеть не будет, он зайдет на сайт, он уже просмотрит. Уйдет с сайта, я вряд ли подозреваю, что он захочет продолжать видеть вот эту рекламу, которую вы ему показали перед тем, как он зашел на сайт. Ретаргетинг, да, то, про что я говорил. Стандартные интеграции, 4 штуки, нестандартные интеграции вебхукой в Яндекс.Аудитории, причем это сделано там нами внутри, условно, потому что там хитрые API на вход, и нужно батчами по тысячу человек их туда типа закидывать. То есть мы делали веб-сервис, который позволяет типа из сценариев забрать это все, скопить в нужном формате, закинуть в Яндекс.Аудиторию. Можно потом оттуда типа это тоже убрать в зависимости от тех запросов и требований самого рекламного кабинета к телу запроса. И что там должно передаваться для того, чтобы что-то произошло на стороне рекламного кабинета. Предиктивная аналитика. В данном случае, когда мы пытаемся вернуть чака, у нас точно есть черн-предикшн, и у нас есть инсэшн-предикшн, когда он вернется туда. Инсэшн-предикшн позволяет в реал-тайме посмотреть на коэффициент вероятности совершения чаком какого-то действия на сайте сейчас, вот как он там находится. В зависимости от того, откуда он пришел, что он делал ранее, какой гэп был между тем, когда он ушел в последний раз, когда он сейчас пришел, и куда он тыкает сейчас на сайте. И там задается цель, связанная как раз таки с тем, чтобы понять, какова вероятность, что чак, я не знаю, закажет, нажмет на кнопку, добавит в корзину, в избранное, посмотрит какую-то категорию товаров, предположим, ну то есть условно. И в зависимости от того, какой это будет коэффициент, можно настроить показ веб-персонализации. Peace, bro. Кастомный предикшн точно так же можно засунуть сложные условия предиктива туда, если они не касаются ни одного из этих условно. В конечном итоге визуально в самом предикшнене вы можете посмотреть какие-то инсайты, связанные с тем, предположим, что пользователи, совершившие покупку без скидки, там с большей вероятностью сделают вторую. Это может быть странно, да, но типа цифры покажут вам какие-то штуки, связанные с этим. Там пользователи, которые сделали первую покупку после рефералки, на 50% там вероятнее сделать вторую покупку, чем другие пользователи. Вот всякие такие штуки. Это помимо того, что у вас есть у каждого кастомер внутри системы этот реал-таймовый динамичный коэффициент, который показывает вероятность чего-либо. Вот. И такая хитрая штука, реально на минуту работаю. Типа Чак вернулся на сайт, и он с сайта ушел в другую вкладку. И как только он это сделал, вкладка вашего интернет-магазина начинает помигать и говорит, Чак, я соскучилась. Делается через эксперименты. Эксперименты — это функционал, который позволяет наложить на ваш сайт конструктор визуальный и тыкать там типа это убрать, это другого цвета, сюда HTML блок вставить, сюда еще что-то. Без характеровки верстки. Сохранить, типа там поставить АБТ-сты, там сделать какие-то цели для аналитики и так далее, и так далее. В данном случае мы просто заходим на сайт, говорим run custom script, вставляем эту штуку, сохраняем, все. Как только он уходит из вкладки вашей в другую, вы такие, эй, Чак, вернись. Круто, вообще, реально, две минуты. Я типа сам узнал не так давно. Вот. Поэтому у меня все на этом, наверное, да. Спасибо. Крутяк. Я теперь вопрос. Это батл CDP вендоров. Взрываем покровы, обучаем ребят их платформам, работаем как надо. Саня, ну я думаю, что как бы если до этого реально кирпичи могли в голову полететь, то сейчас я себе живо представил, как их подходит, и со словами извините, пожалуйста, забирают с пола. Ништяк. Вопросы можно, да? Да, да. Я сейчас прям записывал. Слушай, у меня как бы есть вопросы, которые можно было сразу отбросить, и на самом деле уже не вас касаются, но даете вы возможность поменять имя отправителя, к вам никаких вопросов, это тоже вопрос провайдера допускает он или нет. Да, важно еще сказать, что у нас нет своего транспорта. Да, я знаю, я поэтому вопросы отбросила, это как бы вас не касается. То есть если у провайдера есть политика так не делать, хорошо, я как специалист подоставляемости говорю, если у провайдера есть политика, что нельзя менять имена отправителя, это должно быть при подключении провайдера, у вас же их можно выбирать, правильно? Да, да. Поэтому просто выбирайте того, если очень хочется менять, особенно если в СААС, в СААС это вполне принято, типа там у вас новое сообщение от имя меняется автоматически. Да, интерком так делал очень. Да, да, да. Как будто персонально от юзера из интеркома. Да, это не совсем серая история, зависит от специфики бизнеса. Извини. Так вот у меня в связи с этим вопрос, вот с тем, что ты сказал. Вот этот предикт, я почему как бы нашу вот эту вероятность совершения следующего действия не стала включать в реактивацию, потому что у нас только одна покупка у Чака. И эта вероятность, ну как бы такая. Насколько она у вас точна? То есть ты сейчас ее вставил в этот кейс. Да, 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 я прокомментирую. InSession Prediction, он позволяет тебе не смотреть только на данные Чака, неважно, сколько у него было покупок. По сегменту. Он заходит на… У тебя есть 100 миллионов человек, в них есть огромное количество событий. Предикшн смотрит последовательность перед тем, как они, те, кто совершили действия, которые Чак должен совершить, какая была последовательность, и как они себя вели условно. А вот какая достоверность? Сколько должно быть данных, чтобы это было, ну как бы… Хороший вопрос. Ну то есть условно, если мы… Ну у нас нет клиентов, у которых мало данных, так вышло. Понятно. Их много у всех. Если, например, было посещение, там одна покупка, но история, глубина просмотров не очень большая. Средний, ну вот такой возьмем интернет-магазин, да, но типа там процентов 60-50. Но она не растет туда, к сотке, да, это, конечно, да, нужны данные. Но помимо этого ты можешь в принципе ее проверить, условно, тестами и посмотреть, ну что вообще происходит. Может, у тебя есть гипотеза, связанная с тем, что они себя ведут, ну как-то определенным образом твои клиенты, потому что у тебя UX на сайте такой, или потому что у тебя репутация на рынке такая, как интернет-магазин, я не знаю, или еще что-то, вот. А система будет смотреть только на сырые данные, да, какие-то. То есть ты можешь как-то это протестировать. Не, ну это все равно круто, это гораздо круче, чем если ничего нет. Я могу тут тоже пару копеек вставить, что на самом деле даже я видел, когда ребята занимаются обычной Google аналитикой или Яндекс.Метрикой, кастомными скриптами они там могут поставить совершенно дикие цели. То есть там бывает третчат скролл, бывает третчат отображение какого-то блока на страничке лонгрида в окошке браузера, бывает третчат хавер на пункт меню. Это все зависит исключительно от настроек. То есть если реально есть бизнесы, в которых одностраничный Windows продает, и там реально этот хавер важен, они могут и хавер третчат. И по тому, что там условно цели будет одна, две или миллион, да, окей, мы конечно понимаем, что там для цели ML, чем больше событий, тем лучше, чем больше типизации, тем лучше. Но когда маркетолог реально работает с какими-то данными, в простых системах аналитиков с целями CDPшками, есть очень много примеров, когда усложнение структуры данных выжимало реальный дополнительный ROI прикольный. Я их знаю. Поэтому когда задают вопрос, какая глубина событий в профиле, я всегда перед тем, как давать какую-то конкретную цифру, по которой могут сделать неверные выводы. Если человек понимает в теме и в вопросе, который он задал, я ему предварительно рассказываю о том, какой вообще трекинг у нас настроен по типам, а дальше уже погружаю его в то, какая цифра по событиям. Потому что может быть 20 событий, но типа прям очень ценных, очень важных, отфильтрованных. Нет, понятно, да. Может быть 200 событий. И это, знаешь, массив сырых данных, как у нас любят там массив сырых данных, наше, там, не знаю, хранирующее BigQuery или Hadoop, оно безлимитное. Мы туда вначале закинем все, что можем, а потом, оп, машин леунинг, он там разберется, все будет хорошо. Нет, конечно, конечно. Вопросы? Можно еще вопросы? Саша, я глядя на интерфейс, у меня такой вопрос возник. У вас базовые сущности, типа клиент, заказ, они есть? У меня такое ощущение, как будто все... У нас юзер-центрик модель. Задается. Нет. А, ты имеешь в виду, в смысле задается. Ну, то есть у вас есть шепланизированное событие, заказ? Да, да. Нет. То есть все самому надо? Смотри, смотри, ты когда в систему передаешь, да, у тебя есть базовая структура, касающаяся коммуникации, заказов, там, вью-айтемов, вью-категрии и так далее, и так далее. Мы говорим, ребят, вот это вот, ну, типа, выглядит так, да, потому что система сама еще на эти события внутри смотрит где-то там, условно, они говорят, у нас это хранится по-другому. Типа у нас purchase, это не purchase, а order. У нас campaign, это не campaign, а email события. Но вы их группируете, получается, да? Мы говорим, окей, ну, типа, передавайте так, но потом, пожалуйста, зайдите во вкладку mapping и скажите системе, скажите системе, что purchase — это order со статусом completed, предположим, да, если ты хочешь, чтобы система реально видела, ну, четко заказы, которые совершены. Особенно тех, у кого, типа, там, возврат 50%. Окей. А, смотри, второй вопрос короткий. Ты сказал, что custom script, скрипт этот, кто пишет? Слушай, ну, мы, как бы, его наклепали быстренько, да? Вообще JS-ник, то есть он может через этот скрипт, в принципе, запустить все что угодно. Нет, смотри, типа, вот вы мне говорите, ну, кастомный скрипт на JS можно. Я такой, окей, а кто мне его напишет? Вы или мне придется? Ну, давай по-чесноку говорить. Ты, но можем мы заплатить деньги. А, ну, за бабосы, значит, кастомные скрипты. Да, да. Ну, то есть кастомный скрипт в рамках функционала эксперимента, он так называется, потому что ты просто, то есть там есть замена контента на странице, там, вставка HTML блока, там, какая-то персонализация, ты можешь вставить туда какой-нибудь даже блок через эксперимент, ты можешь рекомендационный блок туда подкинуть просто. Вот. Но, помимо этого, есть еще, типа, ну, как и в других частях системы, типа, как advanced рекомендашки, advanced prediction, есть, типа, кастом, ты можешь открыть, типа, JS-ку и, как бы, навесить на тот JS, который уже есть, да, еще что-то, что будет делать какую-то функцию, типа, как менять таб. Ну, по сути, в поп-мехе то же самое делается. А сколько денег будет стоить? Вот, говорю, вот хочу скрипт кастомный, сколько мне счет придет? И вы мне его напишите, не я. Зависит от времени. Ну, допустим, два часа там скрипт писать. 200 евро. Нормально. Ну, то есть, по-божески. Я просто говорю в часах, да. У нас есть еще… 100 евро час. Да, к вопросу о, типа, деньгах запуске кейсов, у нас есть список, два списка, которые называются StartRite. Это когда ты только интегрируешься и запускаешь какие-то механики. Там лист из 50 use-кейсов, которые мы уже запускали на других проектах, они показали себя хорошо, ты можешь выбрать из них что-то, и мы их запустим. Причем хитрая штука, что мы для себя, они называются plug-and-play все. Почему? Потому что Exponia, у нее есть отдельный джаваскриптовый код, который ты можешь импортировать в систему, нажав на кнопку. Он импортируется, и в момент, когда ты импортировал, у тебя создается дашпорт, сценарий и еще какая-нибудь штука. Уже в интерфейсе все. Ну, типа, все условно преднастроенная компания. А дальше ты уже начинаешь мэчить, дебажить, тести, тестить и так далее. Ну, то есть, это вот как раз-таки вот эти use-кейсы plug-and-play, которые мы настраиваем. Они забавки. Мы берем, да. Ну, то есть, ты можешь выбрать там лист use-кейсов, да, и сказать, я хочу вот эти. Мы примерно знаем, сколько времени у нас займет этот запуск каждого. Мы говорим, это все в часах столько, если будем дебажить еще три часа, это уже как бы… А он же у тебя уже настроенный более-менее готовый, то есть у тебя JS-скрипт написан, или вы просто закладываете что-то? Работало? Да. Ну, типа, повесить бейджи куда-нибудь, типа, на товары, да, что для этого нужно? Так получается, часы не тратишь, или это просто деньги? Фишка в том, что ты тратишь время на то, чтобы, типа, допилить этот… Вот, допилить все-таки надо. Пилить для конкретного проекта, его потом запустить. Мы лишь что делаем? Когда ты к нам придешь интегрироваться, мы скажем, ребят, для интеграции наших часов будет сто, ты за них заплатишь, соответственно, 10 тысяч евро, предположим, да? Но ты можешь выбрать plug-and-play use-кейсы, мы их все запустим, ну, типа, подкрутим, бла-бла, сметчим с твоими данными и так далее, и это все вместе займет 30. Ну, то есть они сто. Просто потому что оно уже более меня откатано. Я могу то же самое, типа, запустить у тебя там с нуля, но будет техконсалт сидеть и все это проверять. Окей, спасибо. Саня, спасибо большое. Пожалуйста, спасибо. Ой, а можно подожди, последний коротенький вопрос. Ты такой секс рассказал про вот эти вот вкладочки, какой возврат? Есть какая-нибудь цифра? Вот насколько она… Я лишь показал возможность. Понял, извини. Все, извини. Кстати, ну, ты… Погоди, стопэ, стопэ, это батл же все-таки. Цифры есть или ты их не знаешь? Нет, цифры нет. Цифры нет? Вот. Окей. Цифры нет. Есть скрипт, есть, типа, вот он работает, но измерьте, пожалуйста, дорогие клиенты. Никто не запускал. А как это вообще мерить, если это можно померить? Ну, с контрольной группой. Понятно. Садись, три. Кстати, да подожди. Кстати, вот тут тоже хитрая штука, потому что ты тап оставляешь, у нас происходит такое, что у нас помимо сэшн-стартов, сэшн-эндов есть сэшн-пинги от браузера. Ну, типа, внутреннее событие. То есть он проверяет, открытся это или нет. Ну, да, то есть если он иницирует вот эту историю, да, то он ее как бы убирает, правильно? То есть ты можешь, в принципе, это измерить за счет того, что ты запустишь тот же самый какой-нибудь АБТС, да, и какое-нибудь событие, действие внутри системы произойдет. Ну, вот только так. Окей-докей. Садись. Саш, спасибо. Спасибо большое. Так, пока у нас народ оживляется, голосует за вопросы, задает вопросы, с больных вопросов начну я. Можно я один момент уточню? Вот Настя задала вопрос, на который я не смог ответить. Давай. Про срок годности. Ты меня спрашивай, если я купил 4 пачки чая, это будет считаться как 4 пачки чая, и, соответственно, позже напоминание уйдет. Срок как бы в 4 раза, минус Н умноженное. Окей-докей. Так, я, если честно, очень удивлен, что никто не задал вопрос на CDP баттле. Про события на Бэйке. У нас же, ребята, у нас же не тухлая конференция, да? Абсолютно. Давай про бабки. Давайте про бабки. А можно я первый? Да, пожалуйста. Стопэ, стопэ. С самого низкого начнем. Вначале немножечко как бы задам лимиты, да? То есть у нас магаз, у нас магаз электроники, электроника Омни. Ой, грусти. И, допустим, ну так, чтобы все примерно представляли рамки, а если кто-то захочет, что он наконец-то расчехлит свою клавиатуру и задаст вопрос своего слайда. Допустим, у нас 50 тысяч заказов в месяц. А сколько клиентов? 40 тысяч юников в месяц. Нет, нет, сколько клиентов в базе? Клиентов в базе вообще? Да, вот это важный момент, да. Давай 200 тысяч. Да нет, но мы же не мелкие новичковые магазины. Давай 800 тысяч. Давай 800 тысяч. 800 тысяч. 800 тысяч клиентов, 50 тысяч заказов в месяц. Так, чтобы вам примерно масштабчики прикинуть. Отправляется, допустим, ну вы сами скажите, какое для такой базы нормальное количество имейлов. Я понимаю, мы все тут про гиперсегментацию, да, мы все не будем бомбить по 800 тысяч каждую рассылку. Сколько, можно широкими рамками, сколько система для такого клиента будет стоить и от чего это будет зависеть. А какие модули ты хочешь? Вот стопе. Это будет уже твой ответ на вопрос. Значит, модульность, количество рассылок, функциональные возможности, какие-то другие вводные по цифрам, которые я не успел задать, еще что-нибудь. Рамочно. Кто готов начать отвечать? Давай я. Давай. Во-первых, я сразу скажу, что у нас абсолютно открытая цена образования и оно доступно на сайте Mindbox. Вы можете с помощью калькулятора посчитать прямо сейчас для своего бизнеса. Простите за пошлую рекламу. Но, смотри, на 800 тысяч клиентов с email-рассылками, с веб-ушами, с товарными рекомендациями будет стоить 190 тысяч рублей без НДС в месяц. Неограниченное количество писем можете отправлять. Мы не тарифицируем за каждое отправленное письмо. Спасибо. Ну, можно на самом деле детали накинуть. Через полгода, если это реально будет стоить 190 тысяч рублей, то пишите мне, пожалуйста, что это правда. Вот, пошел банк, пошла жара, я чувствую. Да, это интересный вопрос. Слушай, ну у меня, я завидую твоему открытому калькулятору, я топлю, чтобы у нас было то же самое, потому что он очень крутой. У нас сейчас открытый калькулятор для мелких, для средних клиентов, для крупных, когда большое количество вот этих там событий, есть подключение там. У нас отдельно тарифицируется сегментация по ивентам, отдельно тарифицируется установка трекинга, отдельно тарифицируется каждый канал. То есть у нас кост суммируется. Мы сегодня как раз, я просила на всякий случай посчитать, если вопрос всплывет по ценам, так как у нас как бы нет ограничения, что старт от определенной суммы, то у нас там на 30 тысяч, например, контактов в базе от 600 долларов, от там 250-2000 и дальше там выше-выше. То есть здесь кост как бы считается проще, когда есть непосредственное понимание, что надо подключить, мы прям сидим при клиенте считаем. Но вот так слета абстрактно посчитать, у меня калькулятора нет, здесь я не готова. Окей, давай широкими рамками, широкими, да. Я знаю, все, то есть это против всех сейлзовых канонов всех систем вообще абсолютно. Но допустим, типа, есть рамка там, не знаю, 1 доллар, миллион долларов, да, где-то между этим, правильно? 1 доллар, 500 тысяч долларов между этими. Окей, ладно. Когда нужен полный фарш, вот вообще полный, про который мы, про роба сейчас говорим, про вот это все, то есть мы не берем дополнительные деньги за то, что мы делаем классные кейсы. Нам это тоже интересно, мы там потом, грубо говоря, ну это вот на наше лицо, да. Поэтому отдельных денег за интеграции, за все эти помощи и накручивания у нас нет, то есть у нас есть вот как раз за вот эти составные части. То есть около 250-300 тысяч по базе, вот это в районе 2 тысяч долларов, там 2-2,5. В рублях это? Ну на 70 умножь. На 70? А, 140 тысяч? Ну да, примерно, да. Ну 140 тысяч. У нас средний чек, просто средний чек в компаниям до 140 тысяч. Ну это вот за полный фарш, да, при этом. И мы его накручиваем, помогаем себе. Саня, шоколадный. Перед тем, как я скажу говорить, все, что я скажу, не может быть использовано против меня на сейлзовых переговорах. Это важно. Я просто сначала, вот многие реально думают, ну типа я очень часто слышу разговоры, типа между кем-то и кем-то, типа, а ты видел экспонию? Да, а как тебе? Круто. А сколько стоит? Я хер знает. Ну типа, это, да, это вот, ну, у нас есть внутренний калькулятор, который, скажу открыто вам, меняется почти каждые полгода, и мы от этого страдаем, но тем не менее мы постараемся как-то сделать. Для чего это сделано? Для того, чтобы более-менее понимать, у нас были некоторые инфраструктурные изменения, и для того, чтобы они бились, ну то есть косты бились с деньгами, которые мы получаем, нужно, типа, прайс, за что мы берем деньги, корректировать. Есть сейчас, если грубо сказать, четыре фактора, на которые мы смотрим, когда мы подключаем кого-то. Это объем исходящих коммуникаций в месяц, e-mail, смски, пуши, мессенджеры, неважно. Объем общей исходящих коммуникаций. Объем персонализации в месяц. Это рекомендашки, веб-лейеры, инапы в приложении и эксперименты. Третий пункт – это объем входящих данных, то есть ивентов, внутрь системы в течение месяца, столько, что мы обрабатываем. И самый последний, который изначально был самым старым и единственным у нас, это объем хранимых событий внутри системы в целом. Ну то есть потому что можно это все регулировать и так далее. Есть четыре обязательных цифры, они могут там потом как-то делиться, не знаю, еще что-то, но в эти четыре, если они заложены, в них входит весь функционал, кроме предикшена и биквери, которые у нас идут отдельно. Есть минимальный порог, от которого мы в принципе начнем типа желать с вами работать, как бы это странно не звучало. Это около трех с половиной тысяч евро. Даже, наверное, четыре, но это три с половиной, причем сейчас… 70 на 90, по-моему. На 80, по-моему, 80 на 90, кажется. Как сказать? 200 сейчас. Flash sale только до нового года по курсу 73 за евро. А, это получается у тебя типа 200-250 тысяч рублей в месяц. 250 тысяч рублей – это минимум. Это минимум. Такая, которая, да, может быть. С учетом тех цифр, которые… Средний чек в России примерно в 8,5 тысяч евро за месяц. Те люди, которые сейчас ниже, скажут, а кто сильно выше, скажет, да что ж такое-то. Ну, как бы все используют систему по-разному. У кого-то вообще приватная инстанция, там просто миллиарды в месяц событий приходит в систему. И за это как бы люди платят свои деньги. Конечно, сложно рассчитывать. На этих цифрах я скажу на скидку, это где-то 300-350 тысяч в месяц. А это с учетом отправленных сообщений? Потому что я так понимаю, что вы отдельно тарифицируете или как? Ну, это вот объем исходящих коммуникаций. А, хитрый. Не, а я что думал, ты с ними посчитал. Нет, мы не имеем к этому отношения. Ну, то есть условно мы тебя тарифицируем за процессинг. Ну, то есть еще отдельно сообщение. По факту, то есть там могу открыто сказать с Sensei транзакционный сервис и UniOne транзакционный сервис из тех, кто в СНГ. И они себя довольно хорошо показывают. Даже очень на больших объемах. Сейчас вот плюсик типа им в карму. Они себя хорошо показывают. Плюс возможно. А, у нас еще с недавних пор появилась типа кастомная интеграция с кастомным провайдером внутри интеграции в системе. Она базируется на интеграции с Mailgun. Если у вас опишка похожа на опишку Mailgun, изи можете настроить типа интеграцию. И также будет в интерфейсе все блочные редакторы, HTML и так далее. Если не похоже, то допилить ей будет похоже. Че по бабкам? Че по бабкам? Денег сколько? 100 тысяч коммуникаций сколько будет стоить? 100 тысяч писем, да? Ты у меня как у транспорта спрашиваешь? Ну, приблизительно. Рамочки, рамочки, скажи. Ну, типа там 6 центов за тысячу. 4 цента за тысячу. Зависит от объемов. Вот. Зависит от объемов. То, что зависит от объемов, это понятно. Понятно, что транзакционный транспорт – это история в общем и целом для больших ребят. И стоимость начинается с других цен, и отдельно большие ребята там могут сторговаться. Все ясно. А если доставляемость посыпется, это к вам или к транспорту? Это к транспорту. Алло, mailgun? Ну, типа того. То есть условно, если мы берем mailgun, то в этом случае мы пропускаем через себя контракт. И мы ответственны за деливерабилити. Если это, ну, типа контракт туда, то мы, конечно, подключаемся, смотрим, типа, а что по эндкьюдам. Ну, то есть условно мы отправили запросы, они поставлены в очередь на отправку. Если, типа, по всем по ним ок, они поставлены в очередь, но доставляемость у тебя 50%. Ну, типа вопрос к тому, почему транспорт не доставил. Ну, да. У вас кто за доставляемость отвечает? Есть? Да, да. У нас есть такие типы. Потому что mailgun, mandrill, sendinbox, с которыми мы работаем, мы, типа, через себя их пускаем. Видите? Там сложно. Я доволен. Я доволен. Я думаю, что зрители наши тоже довольны. Они теперь поняли, как задавать правильные вопросы и какие вопросы можно задавать. Согласись, это новый для российской сцены experience. Вживую отвечать по ценам. Ну, 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 тем более вы тут выходите, показываете совершенно разный функционал. И, ну, у зрителей должно сложиться понимание, что этот функционал и стоит по-разному, правильно? А то было бы, ну, совсем нечестно. Давай еще какие-нибудь вопросы. Я свое гаденькое дело сделал. Теперь переходим к вопросам от зрителей. Так, Алексей, поставщик хороших вопросов сегодняшнего дня. Мне кажется, Алексей уже напился. Как работаете с событиями, которые происходят на бэке, а не на фронтовой части сайта? Вопрос всем. Давай отвечу. Давай, с Филиппной. Можем собирать любые действия с бэк-офиса. Я думаю, что все так могут. Ну, да. Типа с бэк-офиса передавать и все. Вот у нас есть. Я думаю, вопрос в том, как передавать. По то, что передать можно понятно. Окей, у нас есть универсальная API, закидывайте туда любые действия, которые хотите. Все. Тоже, ну, да. Я не знаю, что еще ответить. У нас постоянно клиенты, ну, понятно, что JS, он не супернадежный. Ну, понятно, что он может отвалиться, его могут заблочить, там, не знаю, какими блокираторами. И многие клиенты говорят, блин, хочу с бэк-офиса. Да, пожалуйста. Ну, типа, прокидывай. Окей. Окей. Я думаю, мы ответили на вопрос. Так. Хотел спросить, можно ли вас положить? Можно ли положить? В API. Сколько запросов держите? Мы обещали, что мы не будем это обсуждать. Слушай, я просто не помню. Я помню, ну, какое количество именно запросов в секунду, какой РПС держим. Я очень боюсь соврать, назвав неправильное число. Но там какой-то очень большой объем, потому что, например, у Riggle, у них сколько, полторы тысячи касс или больше. И вот они все единовременно обрабатываются. На Burger King у нас тоже, ну, соответственно, промокоды, программа лояльности, как бы нормально все работает, не падает. Да нет, на самом деле вопрос про RPS, он еще и технически немножко некорректен, потому что там надо смотреть разные случаи, разные аферы. Да, 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 все правда. Я знаю, что у всех трех присутствующих систем есть, скажем так, достаточно крупные клиенты, чтобы их RPS-ом положить более мелких собратьев наших, смотрящих нас по трансляции. Да нет, нормально, нормально держим. Вот, но ладно, я думаю, это вопрос технического расчета уже более такой индивидуальный. Через что вы все это трекаете? Как вы все связываете, как дедуплицируете клиентов? Вопрос есть спутнику? Блин, ну вопрос, извините, огромный здесь, как бы, ну, так с лету, да, по-моему, тут все вместе. Во-первых, что это, как бы, есть трекинг джаваскриптовый, который ставится на сайт, мы им трекаем все поведение внутреннее, да. Есть трекинг отдельный, который навешивается на блоке рекомендаций в рассылках, соответственно, есть там UTM-метки, по которым мы, я не знаю, приопределяем, относим письмо там, клеим в том числе к сессии, ну, там много всего, сказка тоже. Трекинги свои внутренние, дедупликация, здесь мы назначаем один конкретный идентификатор и к нему привязываемся. То есть о том, как мэчить сессию с десктопом и как ее связывать в итоге с оффлайном, я, в принципе, описывала в первый раз. У вас дедуплицирующий может быть выбран любой идентификатор? Да. Ну, окей, я думаю, ответили на вопрос. Так, условия раунда не читает письма, вот я говорил, я говорил. Письма не читает, смотрит веб-пуши, смотрит там. Ладно, мы просто попытались с ним пообщаться, он действительно не прочел в моем кейсе, например, он пошел в Волит потом. Волит, да. Ты, кстати, не упоминал ни разу, что такое Волит, потому что многих могут возникнуть вопрос. Волит — это виртуальные кошельки, это там, где у вас виртуальная карта от пятерочки хранится. А и билеты в... И билеты в московский, не, в московский большой театр, например. Да? Ну ладно. И бординг-пассы на Аэрофорд. Я не знаю, что это. Короче, это и есть Воль. У кого-то пятерочка, у кого-то priority pass-карты, но это там, да. Да, да, да. Ну, я по себе сужу, поэтому пятерочка. Ок. Так, ответили. По какому идентификатору клеите майндбокс, если жена с компа зайдет, что произойдет с профилем? Так, ну, во-первых, совсем непонятно, что такого с женой. И очень, на самом деле, зависит от сценария. Давайте так. Нет, нет, ну, смотри, смотри, я сейчас специфицирую кейс, я его понял. То есть есть магазин электроники, да? Окей. Зашел Чак. Окей. Смотрит пылесос, 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 но мы знаем, что Чака интересует. Окей. Потом Чак сидит, думает, жена, я хочу купить пылесос, сходи в магаз вначале, посмотри, я не тебя на сайты продаду, всякую чушню. Да, 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 понятно. Чак уходит одеваться в магаз, тем временем жена, оп, электробегуди или еще какая-нибудь хрень такая, ты-ды-ды-ды-ды-ды-дын. Чак приходит в магаз, в магазе его, дай бог, опознали, и говорят, о, Чак, бегуди, да. Бегуди. Ну, смотри, тут, мне кажется, если я правильно понял историю, с одного компьютера один человек, и, в общем, оно все на одни куки записывается. Да, ок. Это понятно. А теперь разберем кейс, когда у нас постпокупка, то есть вторая стадия, когда для Чака есть жесткий айдишник, его, с его заказа, то есть там, допустим, номер телефона, и с этого же компа жена в этом же магазине что-то покупает. Тогда, подожди, тогда мы будем понимать, что это разные клиенты. Каким образом расскажи? Ну, потому что будут разные уникальные идентификаторы, разные мейлы, разные телефоны, разные заказы, мы не будем их склеивать. А что при этом случится с предыдущей историей веб-сессии в профиле до момента, пока мы не знали, что это разные ребята? Ох, очень хорошо. Хороший вопрос. Я не помню, что произойдет. Не могу сказать. Окей, ладно. Ну, как обычно, это по четыреж, если к третьему раунду там… Да-да, я сейчас могу спросить у моей технической поддержки. Давай. Так, ответили. Е-спутник, как вы определяете приоритет канала для пользователя? Слушайте, офигительный вопрос на самом деле. У нас… Я вот как помню, так рассказываю. Я сама рученьками это не настраивала, но как мне рассказывал техподдержка. У нас в рамках триггерного сценария есть такая штука, которая называется распыление. И вот если это распыление поставить, оно определяет степень открываемости, то есть по каскаду того или иного канала, и оно потом меняет приоритет по отправке. У-у-у, вкусненько. Вкусненько. Ребята, поняли, что это такое? Я слишком отвлекался задавать вопрос. У есть спутника, есть фишка, которая… Это нода прямо в сценарии, да? Называется распыление, ставишь ноду, и она сама определяет, по какой ветке пользователя послать. Она определяет приоритизацию каскада. Раунд. Нормально. Окей. Так. Сессия перепривязывается к следующей учетной записи. Сессия перепривязывается… Снова сессия. То есть если… Смотри, первая сессия, Чак покупает. Мы понимаем, что это Чак. Потом следующая сессия, жена покупает. Мы понимаем, что это сессия жены, перепривязываем ко второму профилю. Окей. А к какому профилю? Извини, можно прикопаться, да? Там история типа с двумя… После второй покупки жены… Жена регистрирует себя, акаунт, наводит новый e-mail? Да, да, да. А, ну тогда окей. Но нет, весь вопрос в том, что… Я думала, она в логинец как бы как зашла с историей браузера под тем же логином. Так и погнала искать бигудей. Есть два типа систем. Я тебе как эксперт по продаже недвижимости скажу. Есть два типа систем. Значит, первое, они вырывают тот вебовый кусок, который прошел с покупки пылесоса и до бигудей, и причисляют его к новому профилю, даже если кука была та же. А есть системы, которые нет, которые в момент покупки бигудей создают новый профиль, и мы считаем, что у нас есть Чак, который гуглил пылесос, купил пылесос, гуглил бигуди, и есть жена, которая бигуди купила. В этом был вопрос, и у ребят переносится история. Но тут еще, наверное, может быть полезно для бизнеса в том плане, что мы показываем, что это похожие клиенты, что они как-то были связаны общим устройством, например, и на это можно будет как-то триггер настроить. Там очень специфично применение, но тем не менее отображаем. Я об этом много раз слышал. Я даже сам это много раз пытался делать. Это очень сложно делать. Это очень сложно делать. Там настолько нетривиальная аналитика, что в рамках родных функциональностей CDP-шек, всех известных мне, а мне известно много, это невозможно. Это возможно кастомным анализом по сайту идентификаторов на сырых данных, которые реально где-то в BigQuery лежат. Но опять же надо очень хорошо себе представлять кейс, который такие огромные трудозатраты выведет в позитивный для бизнес ROI. Мне просто кажется, что можно гораздо проще механики запустить и на них бабла заработать, чем… Я дополню вопрос, на самом деле очень интересный вопрос. А если у нас, допустим, не электроника, допустим, у нас кейс детского магазина, там ребята в комментах спрашивают интересный кейс, кейс детского магазина, да, есть профиль покупок родителя, есть два ребенка принципиально разного возраста, там 3 года и 12 лет. Можете ли вы в рамках профиля родителя хранить информацию о двух детях и таргетиться на них? Да, конечно. Это кастом-филды на самом деле. Простите, но дети – это кастом-филды. Дети – кастом-филды, если это в анкете, правильно? А если по поведению ты определяешь товары, которые по покупкам… Ну да, там мы тоже понимаем, что есть такой заказ, есть такой… Или у вас кастом-филд прям создается под этой имеющей? Нет, ну просто мы понимаем, что в истории заказа есть такое, есть такое. Ну да. То есть есть какая-то автоматика, которая эти кастом-филды будет накидывать распознанными детьми? Нет, тебе надо явно передать, что у тебя дети. Вот, все, в анкете спрашивают, это анкетные данные. А мы еще определяем по составу покупок, возраст и размеры… Да, это тоже главное, чтобы в товарной номенклатуре была информация о возрасте, типа там условно памперсы до 20… Такого возраста, да. Да, потому что без этого мы не поймем, что для… Саня, не молчи скромно в уголочке, как у вас. Слушай, ну сущность ребенка как сущность может быть только если ребенок будет с идентификатором. Простите, почему я начал с этого? А в рамках эрадистского идентификатора ребенок в карточке может существовать? Может существовать дополнительным полем в карточке клиента, да, может существовать дополнительными атрибутами в событиях. Окей. Да, кстати, так тоже можно. Ну что-то типа возрастной категории купленного товара и дальше таргетить по ним сценарий. Да, да. Есть такая история. Принято. Иван, боюсь спросить какой. При отправке рассылок по email транзакционных и на сегмент, нужно ли вмешательство разработчика или можно их собирать в интерфейсе? Да. В визуальном интерфейсе имелось в виду, я так думаю. Кому вопрос? По очереди? Всем. Кто первый? Давай ты. Я? Конечно. Давай я. Окей. Вы пендривились много. Значит, во-первых, транзакционные сообщения можно все настроить через интерфейс на любое событие. Мы по транзакционным имеем в виду что? В принципе, неважно. Любое транзакционное сообщение можно настроить через интерфейс. Это раз. Главное, чтобы нам событие приезжало. Я думаю, что так у всех. Уже это у всех, да. Второе, да, можно настроить через визуальный конструктор письмо, собрать тот же самый BeFree и крутой стрельба. Параметры подставить, которые нужно. В заказ можно, ну, из заказа можем подгружать любую информацию, которая у вас есть. И если процессинг, вообще если скидки применяются, это тоже можно отображать. И, в общем, никаких проблем нет. А я дополнительно скажу, то, что ребята, в принципе, до этого уже отвечали на самом деле на этот вопрос. Ну, да, да. У Exponium, Inbox, BeFree, вы можете посмотреть, что это такое. У них есть сайт, там даже есть пример, в который можете потыкать. А у Esputnik есть Stripe, да. И во всех этих редакторах можно создавать блоки, их можно перетягивать. Во всех системах реализована, насколько я знаю, функциональность кастомных блоков. То есть вы можете реализовать стандартные для себя блоки, запомнить их, и дальше маркетолог может драг-н-дропать. Я за вас двоих ответил? А я еще, кстати, дополню, что это же на самом деле не только email касается, это вообще касается любого канала. Коммуникация, типа веб-пуши, там, не знаю. Не, ну веб-пушах графический редактор не так сильно актуален, на самом деле. Там скорее превьюшка важная. Я имею в виду то, что транзакционные сообщения ты можешь настроить через интерфейс. То есть для настройки процессинга, да. Я думаю, здесь был вопрос про интерфейс сбора коммуникаций, на самом деле. Можно я добавлю? Давай. В надежде, что я понял этот вопрос не так, как вы все, но так же, как он задавался условно. Но может быть это все неправда, но я тем не менее просто отвечу по-другому кое-что. Транзакционная коммуникация для меня и для Xpony это коммуникация, касающаяся смены пароля, восстановления пароля, подтверждения заказа. Это то, что должно прийти, типа, клиенту вот сейчас. Вот прямо вот так, вне зависимости от того, что происходит параллельно. Поэтому мы, типа, условно мы имеем дело с чем? Что есть триггерные коммуникации, которые триггируются событиями, отправляются в рамках общего объема коммуникации, который идет. И в нашем случае, допустим, в рамках общих воркеров, которые у нас стоят на сценарии, которые обрабатывают все это. А есть транзакционная API, которая позволяет тебе получить реквест, приоритизировать его вот сюда и сразу она улетит. А в этом случае, в случае транзакционной API, это, конечно, типа, дергается условно со стороны клиента. Когда мы понимаем, что это, ну, все события и аналитика будет внутри, но он не строит визуально какое-то письмо в сценарии, чтобы его отправить. Потому что если вдруг произойдет такая ситуация, что кто-то вдруг нагрузит все воркеры кампейнов настолько, что у тебя будет лаг отправки там в 10 минут, что в целом для маркетинговой механики не страшно, когда ты отправляешь восстановление пароля. Заказ ожидает оплаты. Заказ ожидает оплаты в течение следующих 7 минут. Получил через 10, да? Слушайте, на самом деле ты дал ответ на очень крутой вопрос. Я подозреваю, что это было не про это, но я, кажется, теперь понял суть вопроса. Графический редактор сценариев есть? Графический редактор сценариев? Да, да, ноды надергать, драг-н-дропать, посоединять. Это же про это спрашивали, я только сейчас прочел правильно. Кто бы знал. Да, можно, да, графический редактор сценариев. Ты его показывал даже, да. Да, берешь, ноды копируешь там. Как у вас? У вас есть? Ой, больно. Ой, больно, что-то сердце прихватило. Ну, типа, как, я не знаю, фотошоп открой, да, то есть все те же самые там ходки или там выделение, удаление, еще что-то там, соединение, перетягивание, скейл, причем там бесконечный. Да, но важно, сколько нод внутри сценария. Иногда бывает. Ну, типа, иногда. Настолько сложно, что, типа, не читается или что? Типа, у тебя 500 нод в сценарии, потому что? Рип. Потому что есть первая ветка, а потом человек говорит, а мне нужно еще отправить. Он убирает оттуда триггер, ветка остается, он строит новую, ставит туда запуск, запускает, потом говорит, а мне новое надо. И он в том же сценарии копирует, ставит триггер и опять запускает. Но это вопрос гигиены просто. Да, весь этот кампейн реагирует на это, как на общее количество нод внутри. И, типа, это, ну, бывает важно, да. Мы говорим, что, типа, ребята, больше сотки не надо. Это точно был последний вопрос. Последний ответ послушаем. Планируется, скажи. Да, планируется, тестируется уже. Я пробовал, но просто вот. Ок. Чего нет на бою, того нет. Так, на этом мы и так уже немножко из тайминга выбились, но, блин, такая дискуссия. Блин. Короче, на этом раунд два все. Я думаю, все сделали свои выводы. Победители у нас, я думаю, теперь вы чуть лучше понимаете, почему победителей, проигравших, нету. У нас тут все красавчики. Да, Саня. Можно я просто комментарий? Да. Предложение. Давайте мы после того, как все закончим, все то, что останется в слайда, мы отправим списком нам, ответим на эти вопросы и вернем. Супер, хорошее предложение, да. Потому что, ну, мы идем медленно. На самом деле мы можем сделать так. Мы можем слайды после трансляции не выключать, и после окончания трансляции вы зайдете за компы и поотвечаете на… Нет. Нет. А, там так нельзя же точно. Ладно, ладно. Даже если можно. Не сможем, да. Окей, да. При всем желании. Слушайте, ну, на самом деле, по-другому если развернуть, ваши контакты в комментариях есть. Ну, в конце концов, да. Поэтому у всех, кого реально интересуют эти вопросы касательно конкретной платформы, да, что, кто? Кто-то, кто-то веселится. Нет, отказали. Ждем вас на третьем раунде. В этот раз перерыв пять минут. Через пять минут всех ждем. Спасибо. Спасибо.